Я в прошлый раз ошибся. Я говорил, что я обращался к Михаилу Котюкову. Так, Михаилу Михайловичу. Оказывается, его наоборот сняли. Тогда получается, Михаил Михайлович, я вам большое будущее предлагал начать нормально перестроить науку и высшее образование. Оказывается, вы уходите, наверное, вам руку пожали, сказали, что вы выдающийся деятель, нашли вам тёплое место, но получается, все эти годы к коту под хвост. Теперь будет Валерий Фольков. Сразу появилось следующее. Валерий Фольков выступил против онлайн-образования. Что было до этого? До этого было очень просто. Сидит за кафедрой преподаватель, чего-то там бубнит. У каждого студента в руках всё, кроме конспекта. Большая часть заплатила им плевать учиться не надо. Какой дурак будет заплатив учить того, что ему никогда не пригодится. И тут же забудется. Вы знаете, что не знает Валерий Фольков и не знал Котюков? Они не знают одно из моих постулатов, потому что и вы ещё не знаете. Самое опасное для мозгов подрастающих поколений, которое приводит к отупению, это зуб брёшка. Если её не отменить, человек может прослушивать курсы того же, кто бубнит. Кто запомнит то, что поймёт, то поймёт, поймёт именно. Запоминать нельзя. Хотя мозги тупеют. Ребёнок, придя в первый класс, последнему тупеет на 90%, а потом говорит, что это мозги на 5% работают. Это не я, она сказала про 5-6% объёма мозга. Это наука сказала. А почему они не понимают, что нельзя зубрить? Онлайн, по крайней мере, если человек пришёл, сдал экзамены, отбарабанил, ему задают вопросы, он там взял билеты, ответил, ему не поверили, что он дистанционно мог отучиться. Второй вопрос, 10-е, 20-е. На одного человека нужно день потратить, чтобы понять, дать ему диплом или нет. А здесь заплатил и всё, а это продремал все 5 лет. В кабаках просидел, я заплатил всё, диплом. Дипломы все переданы друг у друга, с 19 века не меняются. Эти самые курсовые работы. Спросите у тех, кто знает, рядом с вами. Что все переданы до сих пор. Диссертации переданы. У академиков диссертации переданы. Не только в школе и в этом институтах. Вот. А здесь просто продолжаем сидеть и дремать на занятиях. Хорошо. Гражданин Фольков, что выйдет потом? Как у этого, у Михаила Михайловича Котюкова. Ни хрена не знают студенты. Вообще вся страна в холостую работает. Я разговаривал это с... Как бы сделать, чтобы не поняли, чтобы человека с работы не сняли. Короче. Одном из учебных заведений в радиусе 100-200 километров от меня работает руководитель, который мне лично, глядя в глаза, сказал, вся наша милиция отучилась бесплатно, потому что на Гранову бесплатно. Никому нахрен не нужны эти дипломы. Вся милиция отучилась и получила диплом ограждения. Они им нужны. Они учились. Они зубрили. Вот это и есть вот эта система. Она по всей стране. Она как язва, все уничтожила. А почему я так говорю? Может быть, несколько человек из вас, друзья, это не наше личное дело. Возьмет, да напишет, вернее, ссылки вот эти отправят в Министерство образования. Ведь когда-то же надо же начать. Но мы с вами ближе к биологии, к школьной биологии. Мы садоводы с вами. Пусть любители. Но мы неравнодушные же люди. В институте, в университете, в этом самом, в академии, везде, где есть учебные эти. В школе, в старших классах. В школе, ладно, там хоть выборочно. Юная, юнат, так называемые. Вернуть их обратно. Вот. Все площади освободить. Пришкольных участков полно. Садить, садить, садить. Деревья, морковку, свеклу. Все надо научиться. Яблони, абрикосы. Раз. Каждый студент, первый курс, только он поступил, естественно, бесплатно. Вот. Естественно, бесплатно, чтобы туда пошли хотя бы подвижники. Нормальные дети. Сразу 10 соток. Помощь нужна? Нужна. На что должны деньги тратиться? На то, чтобы закупить, помочь семена. Самое элементарное. Тепка, лопату, участок скопать, явку выкопать. Секатор. Пятому курсу, к окончанию, сад должен плодоносить. Нет? А нахрена ему диплом, если он не может сад вырастить? А зачем вообще они учатся? Ведь туда в большую науку идет один из сотни, из тысячи. Не больше. Те, которые сейчас с вирусом, коронавирусом борются. Из выпускников вузов, там единицы из тысяч. Единицы. На всю страну их может быть сотня специалистов. А остальным-то нахрена это надо? А вот вырастет дерево. А потом сколько бы его это, действительно, это самое, сколько можно, ведь картошка-то, а? Валерий Фальков, Михаил Котюков. Картошка из Египта, из Израиля, в Сибири продавалась. Это что такое? Это вторая половина. Первая половина земли никогда не дает. Я, Железов, городин России, вот, кавалер Родина Славы, ветеран труда и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, полный этот самый, почетных званий. Имею право сказать следующее. Если, когда-нибудь, у нас, все-таки, не дурью будут заниматься при подготовке к конституции, то в конституции будет записано, первый пункт, это понятно, права. Пункт второй. Каждый городин России имеет право на гектар земли. И должен получить, так, прям, это, цитирую, как должно быть, слово-слово. И должен получить его, ему обязаны дать, в том месте, где он присмотрит его. Единственное, что ему нельзя лес вырубать. Все. Остальное все можно. Если будет такой закон, а его не будет, я-то понимаю, а, вы уже смеетесь? Вот, самые умные, самые грамотные из вас. Ну, наверное, самые старшие. Уже смеются. Ну, что, меняем тему. Но вот это все равно, я хотел бы, чтобы она как-то попала. Ну, хоть кто-нибудь, ну, хоть один бы там, в Минсельхозе, в Академии наук, вот, в этом самом, Минпросе, высшее образование, среднее, низшее, школьное, дошкольное, чтобы до школы уже дети умели садить, семена. А мы сейчас к этому и придем. ранее Миноборнауки обратили внимание на то, что современные студенты не готовы учиться онлайн. Конечно, не готовы. Они выходят из школы тупизна, сплошная. Я еще понимаю там это, учиться, потому что, вы знаете, как дурят нас, сколько раз я видел, я стою в очереди. Людей, в магазинах-то, они просто обсчитывают. Вместо 200 рублей 400, вместо 300 600 и платят, потому что они ни хрена не учились. Они не виноваты, их так учили. Нельзя забивать мозги. А вы должны идти в школы, вот это вот, Миноборнауки. Вы должны идти в школы. Там ваши будущие студенты. Вы должны им объяснить. Начинается школа с того, что 4 действия арифметики. Выучили умножить, сложить, разделить и отнять. Выучили. Теперь, нас учили умножать только до 100. 10 на 10, 100. Все. А как до 200? А как до 300? До 1000? Дети должны в уме считать до миллиона. Это не зубрежка. Это называется мозги напрягать. Вот это должно быть. Вот почему элементарные вещи-то ни хрена не доходят. Самые элементарные. А? Я говорю только для того, чтобы не обманывали в этом состоянии. Это вообще мозги будут нормальные. Вот тогда они будут это. Чтоб вот этого не было. Не готовы учиться. Конечно, не готовы. Любая зубрежка. Девочка, которой начинается половое созревание, да, с этого момента она должна учить то, что я сейчас скажу. Это так я, так сказать, поверхностно. Но только не ксинусы-косинусы. Не логаритмы. Кто из вас хоть понимает смысл-то его? Диферсиальное числение, интегральное числение, а? Что в этом понимают? Гиперболы, параболы. Нахрена это все детям, особенно девочкам, надо? Дурь, тупость, потерянные годы. Ни хрена не это. Школьная программа, идиотская. Не только я говорю про Бельгию, про биологию. Я про нее уже говорил. Я сейчас говорю не об этом. Вот. Школьная программа по этому, по литературе. Да разве это детям надо читать? Мальчикам надо читать? Зека Лондона? А? Федосеева? Арсеньева? Вот. А не как мы это самое. Жена читала Войну и мир. Только про любого. Я читал только батальные сцены. Нахрена в школе эта Война и мир нужна? Это детям надо. Лучше бы уж тогда по этих пиратам в Карибской море читали. По крайней мере, там не только грязь, там еще и много благородства и прочего. Ригоризм и так далее. Много чего надо. Вот так вот это я обращаюсь уже к новому. Почему я так завелся? Потому что я обращался к Катюкову. Зря только порохи стратил. Это при нем вот это вот как гнила, так и гниет это высшее образование. Выходит туда нихрена. Я сколько раз подчеркнул. Наши ребята их надо собирать как штучные изделия. Везде и всюду. Это они должны. У нас должна быть селекция. умудриться в школу привезти и переписать один к одному в университетский курс по биологии. Никто, ни один человек не понимает. Учителя не понимают. Дети не понимают. Никто, ничего. В какую сторону завернута улита какая-то раковина, она же какая-то спираль. Влево стороне, в право стороне. Вот не хрен больше это все. А нормально научить детей выращивать деревья. Полюбить природу. Знать, для чего муравейники нужны, черви нужны, чтобы не уничтожать это все. Чтобы вот такая, которая поливала муравейник уксусом по центральному телевидению, чтобы им в голову не пришло это. Чтобы с трибуны в нее кидали бы этим самым. Чем угодно со свистом провожали. С ума сошла. Они о них аплодировали. И вот они получаются учиться онлайн. Они готовы правильно, потому что хоть какую-то долю тот лектор, университетский преподаватель, хоть что-то им вобьет в голову. Правда, оно ему надо. Да, вот этот самый Валерий Фольков считает, что, как он считает, ну я там маленечко разбирался с ним. Как он считает? Должно быть общее университетское образование. Да, иначе они узкие специалисты чуть ли не дураки, что он считает. Но с какого-то момента они должны выходить оттуда специалистами. Приходит этот самый из электротехнического учебного учреждения на правительственную практику. Кто его подпустит к электрошкафам, к электроэтим самым? Вот. С ума сошли, чтобы его током убило. Медла в зубы, все. О школе лекции, что-то вызубрил законном, все. Выходит через пять лет, пять лет коту под хвост. Теперь немножко это, потом уже про хорошее говорить. Микроклонирование, тупик, это я говорю, железо, тупик, ГМО, гражданин Котюков, который, при нем развивалось это ГМО. Знаете, о чем речь? Вот. А? Генно-модифицированные продукты. Показывали по телевизору. Стоит, это было, правда, давненько, года три назад, стоит база, в одной яблоке, в другом груши. Говорят, они уже генно-модифицированные. Ты Котюкову детям это, своим дашь эти яблоки, груши, красивые такие. Я уже рассказывал, как. Если от картошки мрут эти самые колорадские жутки, человеку то же самое предстоит, только намного дольше. Там сразу, а тут несколько поколений, чтобы сдохнуть. Ну, соображать же надо, ну, твоим-то детям же не дашь, ну, вот тебя бы посадить бы передо мной и сказать, и вокруг спецназ, чтобы если и этот, нет, не спецназ, не надо, детектор жи, и сказать, ты детям своим дашь? Если он скажет нет, ладно, живи. Если скажет дашь, чтобы показало, врет, не даст, так нахрена нас кормить-то этим? Прививки на карли по двоях, тупик еще какой, колонных, тупик, все это еще будем говорить и говорить и говорить. Так, митинг закончен. Ну, по конце митинга. Вот, можете сами, комиссию, надо по всем институтам, надо, во-первых, бегом, год-два переделать все программы, надо отучить их просто сидеть и ни хрена не делать, потому что хорошо там Юлия Матвеева, Сергей Железов и это самое, Елена Савинич прошли практику у меня в саду. Это три человека всего. Остальные же ни хрена, ни один сад-то не посадят. А если посадят, пользуясь вот этим вот, ну, помните, где-то что-то слышал, то что ждет его? Они же ни хрена не это, не умеют даже. Дважды, два, я митинг не закончил. Я садил на заводе сад, вы его видели, я его показывал не раз. Он сейчас плодоносит, хотя к нему никто вообще не подходит. Как меня волился лет шесть-семь назад, ну, в смысле, этот, договор прекратил. А они до сих пор плодоносят. Никто не подходит, ни с чем, ни с чем вообще. Вот. А мне помощь, когда я садил эти деревья, груши, яблони, давали двух этих. Они, правда, были не молодые, лет по 30-40. Одна сирхозтехникум закончилась, другая сирхозвуз. Вообще ничего не знают. а мы ничего не знаем. Ну, вы же учились, но все равно не знаем. Вот это и есть тот самый уровень. Вот это мой совет вам. Это не вы, это просто картинка из интернета. Про это я уже говорил. Надо идти в школы. Надо каждому студенту дать деляну. Вот. Теперь, еще я уже договорю, потому что в другой раз уже не буду на это отвлекаться. Вы спросите меня, друзья, наболело страшно видеть, куда страна катится. он же как сказал, это не я, это Фальков сказал, что не готовы студенты учиться дистанционно. Он прав. И по старому нельзя, и нормально, чтобы он взял это, пришел сразу выпускать. Нахрена, вы понимаете, у нас все хуже и хуже, снабжение, все хуже. Институты, университеты, нищета дикая. 10 раз меньше, чем где-то там за границей получают преподаватели. Они учат, соответственно, потому что им ни хрена не платят, они также учат. Но ведь можно же действительно сократить. Ну, до трех лет. Ну, вот такие, как Сергей Железов, не взяли на первый курс его, одного из лучших садоводов России, с дипломом агронома, не взяли на первый курс университета. Сказали, плати. А он и там в долгах весь. И в этих, как и называется, не кносим быть вспомнятые. Когда платишь за квартиру, много лет и еще будешь платить всю жизнь. Забыл, как называется. В общем, подготовка, смена в школах, чтобы они действительно были нормальной сменой. Первое, это мозги. Я про то, что считать, до миллиона в уме. надо уметь. Любые цифры. Умножать, делить, даже корни брать. Это только начало. Я бы целую программу составил, если бы действительно это кому-то надо было. А вторая половина, организационная, только начинается шестой, седьмой класс. Девочки отдельно, мальчики отдельно. девочкам, медицинская подготовка, домоводство, подготовка к материнству. И пошло, все, что это самое, вот, мальчики, да, и биологи, да, девочки еще биологи. Они могут быть и с мальчиками учиться, но только те, кто на это способен и хочет. А старшие классы, биологи отдельно, математики отдельно, конструкторы отдельно, учителя будущего отдельно, доктора, медицина, медицина, подчеркиваю. Просто многодетной матери, то есть, это, как бы сказать, развивка. Сам принцип, поняли, да? Вот так должно быть, вот такая должна быть школа. Чтобы выходили оттуда. Физически здорово выходили. Чтобы каждый мальчик умел драться. Вырастили целое поколение трусов. Ну, взял это. Переходим к работе. Сколько? Ну, 36 минут. Вы меня простили, не все отключили компьютеры. Вот это вот современный сад. Так. Тот самый. 40 обработок. Почему нужно 40 обработок, потом ниже? Значит, здесь получается так. Есть наука, это наука. Это пришло от науки в промышленность. Это освещено, званием, сельхоз, сельхоз, минсельхоза. приказано. Они не знают, что на севере, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Вся северная полна Россия. Этого делать нельзя. Вот. Может, до поры до времени. Сейчас идет потепление. Так. Но потепление, допустим, зима. Но мы же не знаем, что будет в апреле, в мае. А может, те же морозы. Вот. Смотрите, какие... Я с точки зрения экономии сейчас. Вот, допустим, вот за этим все это попадает куда? В сайты. Их уже тысячи, десятки тысяч. Мы уже проходили, помните, да? Один к одному. Передирает. Человек научил убивать там сколько-то. А скопировали еще столько же. А потом еще столько же. И вот уже миллионы. Вот. Вот перед вами инвалиды. Видите, да? У них здесь... Мы с вами занимаемся дальше учебой. Вот это вот место хорошо заросло. Это юг. По нашим меркам. Мы же россияне. Вот. А фактически нет ранки. Так. Прививка почка. Возможно, я пытаюсь их понять, что вот отсутствие веток вот здесь связано только с тем, что невозможно почву полностью перед... До последней. Видите? До последней этой травинки все нет. Это значит, что? Это механическая обработка. Вручную этого не сделаешь. Ну, вот видно вдаль, гляньте, промышленный сад. Значит, давайте считать деньги. Значит, здесь уход за деревьями. Он подразумевает ежегодную обрезку. Тут, правда, надо обрезать. Здесь специальные шпалеры. Здесь бетонные столбы, чтобы всю эту конструкцию держать. Здесь капельный полив. Вот он, видите, среды капельного полива. Вот. Но они к тому же недолговечны. Если бы почитали бы серьезную литературу, которая за этот способ. Не за нас семенное размножение, то есть подвоев и плюс прививка на семена. Вот. А именно это. Именно вот литература серьезная, очень серьезная, говорит, этот даст 15 лет урожая. Ну, потом убирать. Это когда это. Здесь подвои, я напомню, они называются карлики. Они удобные. Дерево большое не растет. Удобно собирать плоды. Правда, когда они падают, вон, что-то я вижу упавшее, да, они портятся. Но, видимо, их собирать немного раньше. 40 обработок. Специально это. И все лето обработка, потому что трава-то продолжает расти, никуда не денешься. Вот. Или еще, возможно, есть способ уничтожения травы с помощью ряда химикатов. Но тогда не то, что их яблоки к Катюкову нельзя. Помните, я говорил, Гамова детям даст, не даст. Уж эти яблоки вообще к ним подходить нельзя. Просто. Потому что а вдруг ребенок схватит да съест. Вот. И что получается? Не помню, чем я клоню. На этом дереве раз, два, три, четыре, пять. На этом раз, два, три. Это кажется красиво, да? А на деле это раз, два, три, четыре, на этом, пять. На том, то вообще какое-то, видите, на нем оно не удалось. Вот это дерево. А я говорю, внимательно, внимательно. Посмотрите, у него получился тонкий штамп. Так? Они сдуру сделали почему-то эту, очень длинный штамп. Так? Вот. И когда, а еще раз, это учеба, ребята, посмотрите на все мои глаза. Выше привили, нет, не так, выше сделали штамп, так? И он пошел отсюда, а эти, вот эти веточки, вот эти вот, они более неполноценны, чем эти. Вот, смотрите, сорт один и тот же, допустим. Ну, если допускаю ошибку, видите, мелочевка, ну, случайно, другой сорт попался. Вот, и форма крона другая. Или, что бывает, если бы еще вот так вот, тут бы обрезали, ну, то есть, вот эти ветки обрезали, а если такие спецы, что учат, тогда получается, вверх лезут ветки оставшиеся, верхушечные, и они еще меньше, то есть, менее качественные, и дают вот такие плоды, вот видите, какие они плодики. Вот. Теперь, себестоимость какая? Вот это вот, не стоит ни трактор купить, ни вот это, шланги купить, не настроить систему, а это еще насос, и да, а это еще целая, эта самая, стена из всего, видите, проволоки, все. Короче, вот нам это с вами не касается. На юге этот номер проходит, они обрастают хорошо, до пятна все лет, правда, могут подоносить плоды, достаточно крупные. Почему крупные плоды? Благодаря подвоям. Вот, поверьте, благодаря подвоям, потому что получается как, карлик, плодов мало, сильнейшая обрезка, и яблоки не мельчают. Оставь его в покое, будет вот такой вот. Но много. В общем, рассмотрели мы способ такой, но студент, гражданин Фольков, должен прийти с УЗа и иметь об этом представление. Вот это все однажды рухнет. Представляем себе ураганный ветер, а я уверен, что такое, вы их видите по телевизору каждый год. Несколько областей захватывает. Вспоминайте, крыши летают по небу, щиты эти рекламные летают по небу, машины раздавлены огромными деревьями, люди покалечены. А вот это все, оно настолько, вот вы почувствуете, что сейчас ветер 10-20 метров в секунду. Я себе про 30. что будет? Потом вы будете собирать упавшие побитые яблоки, а ураган соображается дождем, не в курсе, те, кто это придумал. Это все не для нас, не для людей. Это рекламный снимок, он не для людей. Я веду нормальных людей. И не для садоводов тем более. Вот. Смотрим сюда. Остров. В 2005, я это не для того, чтобы там поплакаться. Факт. В 2005 год у меня из полутора тысяч яблонь сад уничтожен пожаром. Искусственным, специальным пожаром. Вот. А в центре, там, где может, чуть-чуть травы было поменьше, несколько деревьев сохранилось. Вот так они выглядели. Это 2005, кладуносили они до этого. И в 2000 году, нет, в 2000 году была страшная зима. Долго за 40. Ладно, 2001 год, 2002, 2003, 2004, 2005, после пожара 2006, 2007. Следующий пожар, который кончается, 2008. Посмотрите на качество яблок. Давайте так. 40 этих ядохимикатами. Вот. Видите там березка, вот она. Вот тут березка. Где-то еще я хотел показать. А, тут не видно. А вон, вон видно слегка. Че это? Голое дерево после пожара. Ну, в смысле, что сухое. Вот. Смотрите на качество плодов. Оно настолько хорошо. Оно, видели? Вспоминайте, ребята. Вот этот снимок. Насколько в сайтах вы видели, а? А ведь, а вот там, чтобы не было голосов. Видите, вот мертвое дерево. Это после пожара. Это 2007 год. Пожар был в 2005. Без всякого ухода. Без... Я почему специально сравнил, выбрал вот этот рекламный снимок. Слава науке. Слава, слава, слава. Вот. А вот это вот заброшенный сад. Мой. Это остров. Посмотрите, качество яблок. Посмотрите, качество яблок. Ни одной обработки. И никто к нему не подходил. Качество яблок. Еще не все. А вот это с этих же деревьев и, наконец, хоть что-то я продавал. Вот. И продал я их на 60 тысяч рублей. В 2007 году. Почему? Потому что я продавал и мне оставляли расписки вот те, кто это. Эти самые. У меня еще был этот штамп или как он? Печать была. Фермерское хозяйство Дружба Шушенского района. А чтобы людей не тормозили менты. Вот. Я им давал справку. А они мне за это расписку. Вот. Что я им продал, они купили. Вот эти вот. Вот. На 60 тысяч я все-таки вернул. денег. Это так. Ну, врезалась память. Хотя я потерял миллионы. Ладно. Итак, ни одной обработки. Дошло до того, что это стало знаменем яблоневого этого самого, как сказать, культуры. сайты украли эту фотографию. Вот. Единственное, кто меня признает только мошенники. Пойдем дальше. Вот. Вот это вот. Помните, я перечислял последний пункт. Вот. Когда пропагандируют колонавидные яблоки, а им пропагандируют сотни сайтов и интернет-магазинов. Сотни! Наберите яблоки колонавидные. Ну, задние груши, абрикосы, сливые персики. Все колонавидные. И вы увидите вообще этого каналия. Вся сторона покрыта ложью, коростой, как это, дерьмом, грязью. И вот, когда они варианта два. Первый торговый хватает, они вот так и размещают. Второй вырезают. Вспоминаем? Ну, вот так. Отрезали этот кусок. Компьютерочку это пару минут, Может, секунд. Вот так вот. Все. Давайте смотрим на второй план. Ведь это же не просто. Это рекламный снимак. Смотрим на что дерево. Вот я вам еще потом буду показывать, показывать, показывать. Может быть, даже Фольков меня досмотрит. Потому что это все болезнь поразило все общество. В том числе и будущих. Те, кто ведь это же в институтах и происходит еще. Только уже не в учебных, а в этих НОВСЕСЕРСКИХ, НИИ и прочих ГСОУ. Вот это вот нахрена, человек, которым уже в битом башку, он не ведет, что творит, он отрезает примерно 20 веток. или веточек, или плодок. Она уже отсюда должна была плодоносить. Вот отсюда. Они не могут бить там, а у них это в битом башку. Понимаете, вот как если, допустим, человеку взять, отрубить руки второй поколения, извините, за круглый пример, тысячу лет, а потом родится ребенок в 2000, или 3000 году, а им сразу рубят руки, когда они не спрашивают, зачем они нужны. Многие есть на нужных пальцах, многие могут даже на компьютере, на балалайке играть могут, ногами. Вот отрезают все, даже не задумываясь, зачем они это делают. Здесь-то зачем? Я специально показываю, что здесь была, допустим, заросшая травой, они ее тяпают каждый год, вот уже урожай, вот уже осень, видно, что держат под черным паром. Но, а почти, как видите, без трактора, это она, вот это просто, чтобы лишний раз сказать, потому что уже это, вы же помните, это самое, Игорь Железов, брат мой двоюродный, вот подсказываю, ты же там пытался за меня где-то выступить, на каком-то этом, тут за грязью, у кого-то вот, действительно, людям даже в голову не приходится, я могу быть прав, что вот это, вот здесь должны были полотносить дерево отсюда. Здесь-то это никому не мешали. А теперь смотрим, сколько там яблок, ну-ка, я теперь профиктивную, спрошу себе, сколько яблок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, может еще два, не вижу, ну восемь, а вот там одно, а вот там еще одно, и это на грязь сад, а вот там еще два. А с чем начиналось основывки? Ну, не выдержал, для сравнения. Зарощенный сад, к этому дереву, это колонна, привитая мной на это, на Сибирку. Но, ее можно назвать полукарликом. Почему? Корневой отводок, центрального корня не имеет, имеет сдержанный рост. И если на них колонны пошли, я не говорю, что это, вот тот, кто внедрял вот это, они нам помещали, что вся страна будет завалена яблоками. Хоть один из вас, если бы даже меня миллион слушало, хоть один из этого миллиона, хоть один раз на рынке, в магазине, в этом, в лотке, где угодно, у соседей, увидел бы колонновидные яблоки, продажи. А ведь обещали как? Садим с густотой помидор. Так? Умножаем, оно дает там где-то, ну, среднее ведро. А их там тысячи на гектаре. Умножают, в центре, в тонны. Сумасшедший урожай. Вот. И это, я ведь, знаете, к кому сегодня обращаюсь? К этому Валерию Фолькову. Я тогда, к Михаилу Михайловичу, оказывается, его сняли. Я не вижу никаких достижений. Потому что, где-то, когда-то, это все должно было быть. Какое-то расширное создание академии. Все это должно было быть. Пусть не мной озвучено. Ну, хоть кто-то понял бы, что творится-то в стране. А вот это, это и то я считаю, что колонновидные яблоки не достаточно в разностройке для Сибири. Ну, для средней полосы еще можно. На юге идет. Вот еще одна. Сказать рекордного урожая? Да, и так. Для меня это карлик. Потому что, если бы я выращивал на этим, на, как они называются, на карликах подвоях, он был бы три раза ниже. Ну, вот столько бы давал, вот столько. Ну, и дроби. но я пока не верю, это у меня рекорд-то пять ветр. Снимало телевидение. Даша, привет. Так, прошу прощения. Я должен приводить положительное. Я до сих пор только о плохом. Смотрите. Дарья Лемещук. Значит, ее отчет. Даша, прошу меня извинить, я бы не стал вас. Я недавно нашел девять фильмов с вашим участием. То ли они были уже мной выставлены, а дальше память подвела, я забыл. Я звоню Паченко, я звоню Киселеву. Не помнят. Это те, кто монтирует. Тогда решился, еще их выставил. Часть уже появилась. Там вы, в качестве моей собеседницы, я нашел вашу фотографию. Вы сказали, фотография вам это не нравится, вы выглядите усталым. Девять фильмов сняли. Будешь усталым. Вот. Но, тем не менее, народ должен снять своих героев. Почему? Такие люди нужны стране. Дарья, вы штучное изделие. Я не могу найти другого эпитета. Почему? Всю зиму изучала ваши видеолекции. Доказала первой кости чернки. В 18-м году прорывала яблони, груши, вишни, абрикосы, сливы. По двое брала, где придется. Поэтому не все получилось. Видите? Где придется. Но в целом сад заложила и свое материало. Этой же зимой у своего старшего ребенка первоклассники решила реализовать проект в холи сад. Очень хотелось развернуться масштаба. В феврале прошли собрания в параллели первого класса. Большинство родителей согласились принять участие. Вот, поняли, почему я назвал ее штучным изделием? И вот мы заказали у вас косточки. Вместо урока окружающего мира мы занимались сертификацией косточек. Ребятам понравилось. Так вот, уроки окружающего мира, а это и должно быть. Почему не уволили вашего учителя, как он называется, биолога? А? Почему не уволили? Вы должны были изучать окружающий мир. Но как изучать? С указкой? А? Повторять что-то из этого, из школьного учебника. Там одна дурь. Мы занимались сертификацией косточек. Ребятам понравилось. Видите? В начале мая мы все дружно вышли на посадку. Надо отметить, полтора, девяносто пять процентов были наклюнувшимися. Только вишня поменьше. Ну, как, как? Ну, правильно, косточки-то, железовские. Вот. Другие же как? У меня было пару случаев. У меня ничего не зашло. Вы прислали порчены. Вы прислали сухие. Вы прислали многолетние еще. Ну, таких, правда, набегает в год не больше двух. Высаживали на привезенную землю. Заметьте. Привезенную землю. Еще раз. На привезенную. Которую заранее на целину. Сейчас школа. Все ребята были в восторге. Вот это самое вот ради этого. Я ради этого живу. Даша ради этого живет. Схожесть была удивительная. У детей рука легкая оказалась. Было решено, что посмотрим, как перезимует первый год, потом рассадим. До зимовки мы потеряли полыну сада. Трактор выкосил подчистую сторону свисты сливы. Ну, это страна такая. В итоге у нас остались абрикосы, яблони и очень немного маленьких груш. Кстати, груши, не обижайтесь, сеянется груш первый год. Кривые, корявые, и дай бог, если они чаще всего не длиннее этого, карандаша. Весной мы встретили без потерь. О, уже этот год. Теперь, заведите ягузюле, рассадили густо, посаженные абрикосы и часть яблок. Процесс идет. Пересаживали по науке. Тут не надо ни по науке, наука об этом даже не догадывается. Вот. То, что вы делаете, наука даже не догадывается. На данный момент. Ставили маркером точку с южной стороны и на границе земля воздуха. Напиться бы дать нельзя. Я делал обрезку наполовину и пересаживали на новое место с комом земли, четко соблюдая ориентацию точки даю. все одного прижились. Лето было засушено, наш садинский далекий стал бы прирост. Но уже то, что они выжили, уже радость. Зима была мягкая, сует теперь много, снега, первая, как прижимать, весна покажет. Ну что, единственная школа на всю Россию, а? Валерий Лефракова. Дорогой наш министр, у которого есть шанс, который соображает, по крайней мере, какие дети идут в студенты. Татьяна Голикова и Андрей Фрусенко. Узнаете? О, кого бы я говорил? Ладно. Проверили заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня. В заседании принял участие министр науки высшего образования Валерий Фольков повестки обсуждения предварительных результатов деятельности центра дали бы мне возможность. Я же приезжал уже за свой счет на конференцию. Мне отключили этот самый микрофон. Деньги не вернули и не вернут никогда. Обсуждение результатов предварительных деятельностей центров. Центр это называется научно-образовательное мирового уровня. Вот первый уровень мог получиться из кого пойдем дальше. Смотрите а сейчас в Москве собралось 600 человек которые это новая элита. Вот Елена Александровна вас там наверное не ждут и не ждали. Эх ладно смотрим настоящую элиту. Вы поняли как нет? Неудобно называть фамилии. Садоводы-любители в Рау. Вот то мировой уровень тут же рядом этот самый ГСУ наука которая выпускает то что проснороднее можно назвать запорожцами рядом с Мерседесами. Представляете а где ваш мировой этот уровень? Ну посидели вы или после этого у вас что? Банкет что-ли не просто так сидеть скучать потом же надо как-то снимать средства но обсудили что у нас теперь прибавится яблон-груш а сейчас помните этот трактор вот мировой уровень вот мировой уровень я взял для себя смелость может быть я навредю вот после того когда я раскручиваю сану савинич так вот может это его вред только так его хоть могут взять на 9000 там этим самым аспиратуру вот так же как наш друг этот Тельверт и она пролетела с аспиратуры все а меня могут взять там это ну агроном ставка 9000 все я решил чертсим если ее правда навредит не знаю я ее назвал Мисс Академия Новых если там выбрать красавец из умных ну я думаю она первая претендентка на это на это звание из умных повторяю помните скандалы чиновниц набирают с голыми задницами из этих набирают чиновницами государственного уровня из девочек с голыми задницами из этого из интернета да это все серьезно кто сидит тот знает а я имею ввиду из умных вот она студентка спортсменка садовод и просто красавица не знаю навредила вам нет потом еще расскажу про Сергея Железова и соберу все фотографии с Юрием Матвеевой вот а вдруг а гражданин Польков министр образования а вдруг нам нужны будут настоятельства тот самый которого выгнали то есть не сняли сняли видимо это самое решили что менять надо народ бунтует мол ни хрена в стране не меняется а нуха какая кто-то уже говорил никаких нам не светит этих представляете нам не светят никакие нобельские премии а ведь это пощечина я вам несколько открытий сделал не надо мне давать это ничего вы просто возьмите и все это на заметку переведите то же самое мое открытие на этот на научный язык побольше туману туману и тогда тогда сойдет ну и там пять фамилии шестая моя двадцатая моя ладно на сороковую согласен вот так вот нам нужна селекция садового биолога ну вот Валерий Фольков вот его досье будем надеяться теперь на него одно он уже сказал что да нынешних Брюсенков школ как его еще по-другому называть дистанционным управлением средства не вырастить отупеет за десять лет и то есть начинает она до четыре детских садов и вот он это оказывается было это тоже в отчете Митлер обр науки это значит Валерий Фольков отберет вузы которые разработают гибкие учебные программы представляете к мне железу звонят говорят примите участие вы там столько разорялись вот столько это давайте помогите программу по биологии опять смеетесь ну ничего смех продляет жизнь новому министру науки высшего образования это все еще оказывается это ой господи это все еще я не закончил про оказывается про это про послание Фольков новому министру то есть фильм еще продолжается Валерий Фольков мои опасения Валерий Николаевич в том что вы сторонник университетского значит универсального образования и ваши выпускники по прежнему ничего не будут уметь в своей будущей профессии в том числе выращивать сады вот у Михаила Михайловича вашей профессии ни хрена никто ничего не умеет мы любители садовода обошли науку по интенсивности выращивания качеству по интенсивности выращивания качеству плодов здоровью деревьев количество районированных видов и главной морозостойкости и забыл сказать по дешевизне то есть мы вам ни копейки не стоили в отличие от миллиардов на сотни лет вперед конец цитаты наблюдаем если новый министр даст команду выкупить у нас уникальные сорты образцы формы клоны второе если талантливая молодежь из нашей среды пример с Романом Кольбером последний соберет и заберет себе в НИИ университеты если во всех вузах с биологическим уклоном выпускники будут защищать дипломы угощая экзаменационную комиссию на деревьянах с фруктами моревых стандартов и без химии то вы настоящий министр подпись где-то наивный гражданин России вы железы кавалер родины трудовой славы и владелец золотого запаса России 50 тысяч костик абрикосов с малюсенького сибирского одесского соток с малюсенького сибирского сада без полива опрыскань и подкормок то есть вот это вот дает мне право вот так разговаривать как я разговариваю другое дело что меня не слышат и больше не услышат вот а дальше то что вы видите это мисс академия но в данном случае мы все таки переходим к вопросу реальному вы меня просили раскрыть весна впереди прививка я назвал это так привать не привать вот а это пример привитого дерева вот подходить будем долго со всех сторон и сегодня не закончим чтобы не расселось внимание давайте так привать не прививать вопрос принципиальный помните моя фраза из книги статьи 95 процентов привать не будут не хотят не могут не умеют еще десяток причин называют сами значит давайте смотреть мы будем долго говорить про прививки а не просто вот я сейчас могу вам показать три-четыре фотографии привил так привил так привил так два-три секреты которые не встречаются в этом интернете и все или там в статьях и все нет мы будем долго эту тему рассуждать почему вы думаете зря строк-министр обращался да я знаю я дурак вот я знаю что у них ничего здесь ближайшее поколение не случится вот элита отделилась от нас сто процентов только она отделялась не по принципу это не селекция то есть люди через селекцию не прошли и вот получилось так что мы же как оптимисты значит зачем родился зачем жить все равно умрем и вот исходя из этого я готовлю материал это 69 вебинаров это 400 фильмов до этого снято это книги это статьи учебные диски вот нельзя будет кому-то когда-то все равно придется делать климата раскачиваться нельзя будет вот оставлять так как есть помните нужна ли вода это самое увлажнение при для того чтобы порастить семя боже мой и вот само учение должно быть такое я уже заканчиваю эту как бы нудную речь студент должен все это или прослушать мои фильмы или на основе фильмов специально сделано но никаких этих самых точек сделано так и точка он должен знать как развивалось мы с вами и это затронем мы к Мичурину вернемся вот где что с одной стороны так с другой так привешь плохо не привешь плохо вот не привешь не получишь такое а привешь может погибнуть в общем именно вот так чтобы не зубрил и не угадывал вы хоть что ИГ не знаете что это угадывание угадалка а самое настоящее уже какой-то процент уже и так угадывается осталось немножко мозги напрячь вот ладно так так вот мы с вами сейчас готовим материал благодаря вам вы же сказали раскройте прививку вот и раскрою а когда-то другого нет вообще в России и во всем мире другой литературы нет ведь потом однажды я вам покажу как учат на западе если вы будете так делать у вас только после моих этих как называется как раскрывая тему у вас уже крыша будет сносить вы говорите там умнее на что ли их сторона только два этих мягкий климат из 40 этих опрыскиваний вот все что не умеет и прививки поставлю на поток на этом на на станке столько их делают хватает всю Россию завалить так что касается нравственной стороны мы с вами берем отрезаем в одном случае ветку скелетную это называется скелетная прививка в другом случае мы отрезаем у самого низа ну не обязательно у самого прививаем в штамп так или в скелет или в штамп вот на какой высоте штампа это вопрос уже так сказать потом это уже деталь вот вопрос принципиальный я за второй вариант почему тоже будем изучать но на этом этапе вы должны представить себе что мы меняем в одном случае небольшую часть одна ветка из сорока да можно испытать новый сорт помните я вам показывал грушу лада вот да одна из сорока веток проверил через три года погибло а испытание уже прошло вот значит тогда получается мы отрезаем все дерево целиком ровно половину корни под землей отрезаем все что наверху переключаем двух тропочек ну примерно половину вот нравится на это или нет мы калечим дерево тогда вопрос мы приближаем к себе к северу культурного сорта или нет приближаем вот нравится эта сторона если так подходить есть люди которые говорят можно добиться и из семян такого же результата вот есть даже какие-то наработки но для этого вам нужно стать селекционером вы можете как добиться успеха как мичурин я вам покажу ниже а вы можете ничего не добиться потерять годы я уже не говорю о том что 90% из вас как покупало так и купят на рынке на этот раз повезет а вы знаете вот эта вера еще раз национальная черта нас россиян одна главная наивность переходящая в эту самую как еще совсем уж потому мы так и живем кстати всю жизнь сколько кто-то 20 лет прожил кто-то 90 и все 90 лет мозги пудрили вы знаете почему 90 лет человек нищий не потому что он всю жизнь не работал потому что его всю жизнь обманывали и вот получается что нравственная сторона на рынок значит ее надо отбросить чтобы хотя бы 5-10% из вас все-таки такие плоды имели вот они богословская сторона поначалу когда я начал печататься несколько человек накинулось на меня и сказали Библия есть запрет на прививки вот тогда я естественно отвечал а дискуссия шла бывало даже через газету приведите примеры я брошу наконец как это только нашелся человек который действительно привел пример но не из-за нашей знаете как-то иудаизм и христианство как-то это две ветки не разделились не могу понять почему вот много чего понять не могу в частности вот это и оказывается именно не в христианстве а в иудаизме где-то каким-то из очень старых старинных богословов авторитетнейших действительно была такая фраза пронесена но я тогда ссылаюсь на то что извините я человек неграмотный я богословие ничего не понимаю поэтому я это самое самое а раз не знаю я не грешен буду прерывать вот все что касается богословской стороны вот пойдем дальше значит привлечение сроков полношения это факт и Мичелин приводит примеры когда оно казалось бы и даже его убеждали что приближает но в ряде случаев не приближает но тем не менее во многих случаях приближает это заманчиво вот почему заметьте я начал издалека я буду долго нудно нудно говорить может даже несколько этих самых вебинаров я сижу и пью чай с самим боднером я молодой он опытнейший садовод он уже черешни у него росли ползносили а я только начинал и вот он мне говорит 25 лет дал первое ползношение груши из семян 15 лет или 20 яблоней ну в отдельном случае то есть это не характерно вплоть до этого и не замерзает и не цветет даже не то что цветы замерзают вот это крайний срок вот потом оказалось что да много было вы знаете у нас очень много паркетных где-то если говорят там про какого-нибудь военного говорят паркетный генерал если говорят про кого-то ученого кабинетный ученый вот он сидит за столом мне уже в башке отложилось что абрикос я сам читал на 8-10-й год должен заплодоносить ну с ревой то же самое ну примерно а он берет и плодоносит на 4-й на 5-й в среднем 4-й, 5-й 6-й год вот в это время еще можно искалечить что раньше насчет плодоносит еще раньше и вот получается что это миф и в принципе одной проблемы становится меньше да мне говорят сколько ждать мы не хотим мы не будем прививать сколько ждать я говорю повезет первое цветение будет на 3-й год это ну это редко ну и чаще где уже дерево морозцем прихватило быстрее дать урожай то есть нечем радоваться на 4-й год но на 5-й и 6-й это уже будет о какой урожай все нормально нормально прививки не намного ближе да абрикосы могут первый год зацвести то есть это однолетний саженец посадил он уже цветет и плодоносит но правда редко часто пустоцвет то есть приближение сроков реально пункт 4-й сохранение качеств от маточного дерева как минимум то что сохраняет во многих случаях семечковые яблони груши как правило сохраняют есть уже написано что это пипен шафраны у вас и будет пипен шафраны хотя и сажаю все на дикие эти дикие сибирские она называется дикая сибирская яблони яблоня сибирка вот так она называется длинное название вот сохраняется у слив абрикосов не так но мне больше кажется что тут виноватый мичурин так считает он уже когда не знал ну как объяснить он говорил дедушка бабушка понятно да и так сохраняется мы сейчас говорим а это раз привьем скорее всего сохраним ну абрикосы сливы ну что ну вдруг вы увидели некоторые из них изменились плоды сегодня только я был в саду я потом покажу у Теренбаева привез по несколько черенков со всех трех виньяров со всех трех взял привел на абрикосы обнаглел переплюнул у меня у него все получились слайки крупные сохраняем примерно сахара два раза больше у меня на китайский а он на абрикосы вот разведка наряднее красота покажу вам ниже вот я к примеру ну хорошо она не сохранила качество что сливая помер отбой от агарщей не ходит улыбается спустнее не пролюбаешь я это думал он же у меня пробовал потом черенки нарезали а у меня фисосадки они хрустят на зубах венгерки сливы я люблю такие я на таких вырос украинские это самое в школе там вписательном участке или как там в школе участвор колхозных саду вот они такие хрустят с садки он сделал садки ну что ж и так сохраняем влияние но я плохого влияния никогда не видел если у меня обмечали абрикосы королевские вот королевские они почти как на этой картинке ну уступает грамм на 10 20 36 граммовые королевские обочим 90 грамм и вот смотришь в этом году я угощал на день где их сохранили мощные ну потому что урага были небольшие а там где больше усыпано они вообще были 40 50 абсолютно кустей шеробников вот мисс академия подтвердит дальше идем снижение роста скелета да пользуемся мы этим и наука и она привела к тому что теперь вместо одного как все-таки ученый чернородин извините я должен вспоминать и говорить и с уважением с пиететом и не забывать если нас упомянуть череныш Олег Петрович а он не просто садовод был когда я подружился много на песен для этого он был ученый экроном вот так называлась его организация зональная станция садоводства город Санат и вот значит у него получилось это свои как бы сказать свои наблюдения собственные вот у меня какие-то появились наблюдения и не обязательно он должен был садоваться с генеральной линией вот эти вот карлики дебильные он и говорил 100 кроликов не заменит нет не так 100 кроликов не заменит одну корову ну может это будущий на песене может себе позволить так говорить а это я так не буду кроликов разводить вот эти вот дебильные с конями которые падают при каждом лете вы думаете зря это бетонная столба и проволока попробуй только это не превыши все прощаюсь все подлежать дальше пойдем и так снижение роста хелета оно сопровождается не просто этим самым но еще сопровождается неполной биологической совместимости вот вот это тоже надо иметь ввиду на карлика прерываем нормальный герр оно может снизить скелет а может просто погибнуть а может упасть из-за неполной биологической совместимости вот так следующее влияние привольно на подвое вот заметьте влияние как говорится привольно на подвое я придумал новый термин селекция сверху вниз то есть мы улучшаем в данном случае так не так улучшаем это не дает улучшаем морозок все теряются мы меняем свойства подвоя невольно прямая привой а потом с этого подвоя вылезут эти самые плоды плоды уже на нем ну допустим природа погиб или парь растут помните я показывал у меня перчик с этим с маловосеведичный рос одновременно плодовосили поменяем фильмы есть салют как раз приехала с нашим ведущим ведущим аааа господи виноградоводом виноградом бракалином вот как раз я ее обращал я ей сказал вот пробуйте вкус вы уже видите что таких кислоток хватает она практически сладкая то виноват при любой то есть еще одна причина почему надо прививать еще возможность испытать короткие сроки множество сортов правильно у меня сейчас есть я не сторонник этого но извините мне землю никто давать не собирается хотя я заменил несколько институтов по качеству продуктов ну то есть по работоспособности вот включая секретарь кто там еще у них сторожей ой какая польза от меня вот уборщик дворников тех кто копал землю в не 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 знаю бутылку коньяк поставила ладошь премию государственную но факт что даже у меня сейчас есть пара груш на которых 4-5 сортов и все плодоносит и все вкусные так вот и для этого я и привал сразу 10 и еще скажу немножко забегу вперед я сейчас допустим неделю назад был у этого у Чернобаева я забегаю вперед но скажу вот срезал у него порядка десятка веток позднего филиппи почему ну вот так получилось у него или не не менее крупный но у него вы поверите я вам потом покажу вы думаете самый крупный у него еще получился крупнее абрикос вот ну как нормально это вот что такое еще лишний этот как он называется лишняя прививка и лишняя это попытка или лишнее лишнее поколение вот так правильно будет сказать вот так вот и много таких примеров ну и самое страшное дело в том что в свое время была в том что была я вечерина похерина я уже так выражаюсь сама вот это вот то есть действительно поливать надо много пользы вот она польза да но самое страшное что вот это было признано антинаучным ну пока пойдем дальше почему потому что вот вот этот сад должен быть мертв сколько я читал знаете иногда мне кажется что я могу ошибаться могу нет вот попробуй скажи вот я сейчас на следующем вебинаре примерно я надеюсь на следующем или после следующем я вам покажу фотографии я нашел старый фильм снятый при жизни Мичурина меня интересовал вопрос вопросом у него было много неудач думаете где они значит все это вот только новые сорта и все гибло по черному гибли страшно гибли привитые гибли непривитые все гибло 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 это не так просто и мне интересовало а вот это современная агротехника по уничтожению садов уничтожение почвы уничтожение это самое штамба это самое уничтожение это самое веток уничтожение всего все все, что вот берем в голову, все вот это вот. Я вам приводил десятки примеров, да. А он-то так делал или он все-таки уже это, как я сейчас делаю? То есть я это ничего не трогаю. Фактически они работают. Вот. И мне это интересовало, ведь оно должно было исказить результаты. Понимаете? И вот сейчас попробуем разобраться с этим делом. Мы будем долго разбираться, нудно. Я уже понял так, что ни одну и ни две, наверное, этих временах. Итак, увеличение роста привитого сорта. Вариантов несколько. Мы сейчас все сразу не сможем. Вот. Но попробуем. Понемножечку будем. Вот. Давайте сразу посмотрим такое. Итак. Внимание. Это очень важно. Хоть это еще не учеба, сами понимаете. Вам бы хотели, привили и выросла. А может быть и не надо прививать. А вы бы сейчас прощете и скажете. Не обещаю. Он прав. За ним такой опыт. Все. Нет смысла на севере привитые растить. Вот. Знаете? Вспоминаем. При 30 градусах мороза погибают ростовые почки. При 25 цветочные. Я думаю. Господи. А дальше у нас такая зима была теплая. А абрикосы цветут каждый год. Но иногда под завтрак попадают. Но цветут-то каждый год. В течение 30 лет у меня цветут. У меня же таких теплых зим не было. А почему они мне уже сразу сказали, что у меня ни одного не должно быть. Вообще даже ростовых. То есть дерево должно быть мертво в 30. И вот тут. Вот этот. Вот самый. Один из самых главных вопросов. Если его разобрать. Если я прав. Они на самом-то деле. Абрикосы. Это может быть морозостойкие. Она столько. Но если их оставить в покое. А вот эта вот дикая дебильная. Знаете? Та дама, которая написала про 25 и 30. Это один из моих примеров. Я дискутировал на это. Белорусская газета Та Ока. Она ее напечатала. Про солнечный абрикос. Да? И потом меня напечатала. Она посадила в яму большую. Ну как бы рисунок. С гниющим этим. А потом у нее конечно абрикос должен сгнить. А у нее-то никогда не было-то этих самых. Ну. И близко не было этих морозов-то. Соргалочных там. Ну те же 25. А дерево погибло. Она делает вивод. Что? А это морозостойкость абрикоса. А на самом деле он не погиб. Он не так. Он не замерз. Он сгнил. А к тому же добавим еще. Резать, резать, резать. Ветки. Я говорю. Вот сколько лишних. Что получается? Получается, что ошибочное мнение. Что там персик 25, 28. Абрикос до 30. Что все это ошибки. И вот если так, то получается, может быть, мы действительно не увеличим морозостойкость. Прививка ведь. Прививка это же еще и калечит. А может быть, всю жизнь мы калечили деревья. Помните, это свои старые показывали. Тоже обрезка на концу. Да. Сейчас клоточек сделаю. Читаем дальше. Разберем ошибочное мнение о возможности акклиматизации неустойчивых к нашим морозам иностранных сортов плодовых растений подставкой им холодозойких видов подвоев. То есть он, там дальше будет что-то горше, чем тут. Ну, пока читаем вывод. Разноженные таким образом сорта, преисправно вымерзали. Но и здесь встречаются, хотя и редко, исключения. Некоторые отдельные экземпляры, попавшие случайно на разновидность подмоя. Внимание! Вот это один из важных примеров, хотя еще не все. Обладающего особенно мощной, индивидуальной силой влияния на привитание сорта в смысле передачи выносливости при этом сорту. Становятся выносливыми. То есть индивидуально. А ну-ка вспоминаем теперь мои маньчжурские амрикосы. Ведь это какая мощь! А плевал он на 40-градусный мороз, это мои, это уже точно. И когда за 40 было? Вообще по барабану. И я на него приливаю. Так? Теперь что получается? Он дает передачи выносливости привитому сорту. Ну, у меня-то, вспоминаем теперь, что было. Королевский я беру образно. Прививаю первый раз 40 штук, 39 мертвых. Представляете? На следующий год последний сороковой погиб. А вторая попытка снова. Через несколько лет. Ну, через два года, допустим. И что получается? Одна ветка прижилась? Прижилась. Я с нее взял, это самое, взял, уже скелетную, да, скелетную ветку сделал. Потом я два сорта привел. Я с нее взял 10 привек на маньчжурца. И что получилось? Два живых, 10, где 8 мертвых. С этих двух взял ветки. И опять, ну, я примерно говорю, так, сам принцип. Опять на 10 этих, но уже, кости с этого же дерева, только годом, ну, станется годом позже. Но с этого, подчеркиваю, с дерева. То есть, близко родня. Получилось 5. В следующий раз 7 или 8, потом 9, а сейчас 9, 10, 9, 10. Вот она, мощная, индивидуальная сила влияния. И плюс, можно преодолеть это все? Надо было просто не останавливаться сразу. Вот. А у него получилось, знаете как, дальше. Ну, такое явление нельзя назвать эклиматизацией, уже в силу того, что... Вот это одна из моих важнейших моментов. Может быть, и надо было мне всем подряд рассказывать. Потом отдельный бебинар для тех, кому действительно уже вот все это надо знать. При попытке размножения взятых с целька. То есть, если я теперь возьму, отрезаю чернок, а я убрал. Переношу. Вот так. И что теперь? Получается, что на этой ветке ничего не... Ну, как сказать. Эта ветка не перенесла вместе с этой веткой качество, воростройкости на новое дерево не перешли. А почему меня перешли? А теперь вспоминаем требования к витокимным гибридам по железову. Ну, кто книгу читал. Видите как? То есть, можно обойти это все. Вроде бы правильно. Приговор привитым сделан. Все, прощай, Вася. А как было обойти? Я на все остальные все записал. По двое им родственники. А прямое. Не с первого на третий, на четвертый, на пятый. Все с одного дерева. А с первого на второй, второй, третий, четвертый, на пятый. В сумме что получается? Привыкали, привыкали. А привыкали, а они все родственники. И сейнице, который был там 15 лет назад и 10 лет назад. Они все родные, все с одного дерева. И у них дерево уже с 30 лет плодоносит. И сейчас плодоносит. Вот. И мы имеем кучу сортов, которые не думают померзать. Вот. То есть получается, если нельзя, нормальные герои всегда идут в обход. Я пошел в обход и чего-то добился. Вот. При этом несовершенно. Вы заметите, я всегда относился с огромным умножением к Ивану Владимировичу. Почему? Потому что мы не это, не антиподы. Это просто эволюция. Ага, так нельзя, давай чуть-чуть в сторону. Ага, дальнейшее он взял, перенес на другое дерево. А другое дерево унес свой характер. Это дерево, значит, свой характер. Вот. При попытке размножения черенками в дальнейшем устойчивости не удержал. Вот. Почему? Ну, потому что другие уже эти подвои. Действительно другие подвои. А у меня не другие. Вот. И получается, что можно было расширить эту палитру. И кто мешает всю оставшую жизнь. Теперь смотрите. У меня в погребе лежит 50 тысяч костей. Ну, много продал, много подарил. Чтоб не говорили, что я только это, как кощей бессмертный. Но, конечно, они ждут науку. Ну, опять смеетесь. Ну, хватит уже смеяться. Вот. Так вот, значит, они ждут науку. А теперь давайте посмотрим. Из них 30 тысяч это сыновья манджурского абрикоса. То есть, сняты уже, ой, подняты с земли из-под потомков, прямых потомков манджурского абрикоса. А если мы, знаете, теперь привьем этот же королевский, а этот же роскошный, этот. Вот. А если мы на них же привем? Так уже привито. И все получается. Видите? Вот. Вот теперь я, получается, как? Очень уважаю Мичурина. Я считаю, что я продолжаю это дело. Вот. Ну, пришлось это, пришлось немножко отойти от канонов. Ладно. О, Господи, куда я вас завел? Ничего как практического я вам не сказал пока. Вот вывод, смотрите. Акклиматизация. А у нас же в Сибири кто бы до нас акклиматизировал? Ну, кто? Ну, Хакасия. Кто бы до нас акклиматизировал? В Абакане этот самый. В Байкалов знаменитый. Вот. Гениальный. Вот. У нас целая плеяда. Нам повезло. У нас абрикосы выдающиеся. На каждом квадратном квадрате по несколько. Я потом познакомлюсь с ними. Немножко. Я говорю, вот почему я говорю, что акклиматизация плодного простения возможна только путем посева. За весьма малыми исключениями. И опять утверждаю потому, что из тех немногих сортов удачно годишность нашего климата большинство составляют сорта, имеющиеся еще на своей исторической родине способны смириться. Ну и в данном случае я понимаю с морозами. Вот так вот, ребята. Гражданин Фальков. Я называю гражданином без уроника, в высоком смысле. Вы гражданин страны. Вы гражданин. Я вас к вам обращаю. Вы проведите. Вот возьмите сельхоз вузы. Выпустники выпустились. Связи какие-то сохранились. Никто не привязывал их к никаким предприятиям. Это до сих пор не принято. И взять из любой тысячи, ну сто, если сто процентов это цифра, сто используется. Сколько из ста процентов работает у них же агроном этот? Ну или смежная область. Если не агроном, то может эколог. Хотя они тоже дурака валяют. Потому что они никак не влияют. Хоть ты там задавиться от дыма. Они не власть, они силы не имеют. Только место занимают. Я говорю как есть. Так вот. Смежная специальность эколог. Кем еще могут быть? А, учитель школы. Все. Вот теперь из это, ста процентов. Сколько не зря отучилась, использует свое знание. И вы увидите большой, большой ноль или кукиш. Вот здесь надо было нарисовать кукиш. И в то же время она может работать, потому что любой человек может вырастить вот такой сад. Я потом специально передачу. Я все равно про каждого расскажу. Вот. Кто еще не знает, Леонид Дмитриевич. Я вот с десяток фильм уже снял его саду. А? Он художник. В саду можно только еще жить, жить и жить. Кто об этом знает, что в саду? Здесь вот сады брошены, потому что миллионы, миллиарды саженцев выброшены мертвыми. В начале деньги выброшены, потом саженцы. Вот я навеял его мне, вот я показываю. Для него так, разрешение захотелось бы это. Вот. Сорта мировых стандартов. Да это что? Если он у меня взял два десятка этих черенков, получилось 20 сортов невиданной красоты. Меня уже обошел. Кто ему разрешил мои эти самые голдены привать? У него уже за это, мы уже соревнуемся. Но уже обоих они за 500 грамм весом. А начинали это 200-300 грамм. А вот еще Денисенко Андрей, Андрей Иванович. Еще один. Это уникальные ребята, но и они же вынуждены перебиваться, чуть ли не это самое. Так, где повезет устроиться, где-то заработать. Почему они не нужны с образованием, с мозгами, с руками такими, что это? И почему их показывают? Я уже показывал их и раньше. А это тоже, ну правда это уже не молодежь, но это же Тотаров. Лучшие сливы, лучшие груши в нашем районе. А значит где лучшие? Вообще Сибири. Не найдете ни в одном ГСУ, ни в одном НИИ. Что его атакуют ученые? Вот она наша бригада. Это не все, а половина уже в могиле. Да какая половина? 90% в могиле. Это вот еще 3 или 4 года назад мы были живы. Да все институты страны рядом не сели это самое. Близко не могли этого создать. Вот оно. Вот. Акклиматизация. Только у него посева, а мы приваем. Знаете как мы взяли? Количество. И то, что здесь единичное в случае. А мы возьмем единичное в случае, умножим на 100. И получается лучший этот самый центр садоводства в России. Вот он. Валерий Фальков. Вы же не знаете, вот он лучший центр садоводства в России. Месяцом раньше здесь были бы груши. Ой, здесь были бы абрикосы, если вы взяли бы. Месяцом раньше. Знаете какие? Вот такие же прожмем. Я не удержался. Когда работает целый институт в Брянске. Изувечить дерево так назовет его это. Для меня это символично. Я сфотографирую из книги. А? Ученые. Из книги. Не хочу уже эту фамилию. А вдруг послушаю это, потом еще молят. Изувечий дерево так пройдя до предела. Снизит морозойкость минимум на 10 градусов. Брянске-то. Это не продвигает черешу на север. Мы же тоже хотим черешу россияне иметь. Но до сих пор было только на юге Украины. Так как персик. Персик череша это юг Украины. Северный Кавказ я послушал этого самого. Нашего друга этого самого. Из Кабарды. Там свои проблемы с климатом. А здесь взять искалечить дерево и назвать это морозостойким. Вы что, очевели? И напечатать книгу и учить всех. Это дерево садовый Христос. Христа распяли. И это дерево распяли. Того тыкали копьем. Это самое. И ладони гвоздями примили. И здесь то же самое. Я не могу молчать. Понимаете? Не могу. Это все на наших глазах творится-то. И книжку мне подарили вот эту. Чтобы я чему-то научился. Хорошо сейчас подарили. В прошлом году. Поздно меня учить. А. Это называется трептиз на морозе. И учат же всю Россию. Вплоть до Сибири. Ну хоть разделите его в конце концов. Назовите областя, районы. Где это может еще жить-то. Я вам сейчас скажу. Северный Кавказ. И то, что прилегает. Ростов, Астрахани, Кубань. Все. Куда вы лезете на север-то? Ну а дальше начинается лирика. Представляете? Из бабочек сделали врагов. А у меня ни одного этого. Я вам потом покажу как-то. У меня две фотографии с этими. С гусеницами. А они не наши. Они привозные. Их кто-то привез. Потому что это было лето. А я-то за гусеницами следил. Раньше-то они были. А потом у меня они измелись навсегда. Когда я перестал дурю маяться. Задернил с землю. Развел муравейники. Помог развестись муравьям. Защищая их от этих. От случайных разрушений. И тогда оказалось, что гусениц нет много. И вдруг дважды они появлялись. А это были гусеницы какие-то неправильные. И бабочки, видимо, не наши это были. Их привезли с саженцами. Я вам покажу как-то. Ахните. Уж на что я нагляделся в этом. Но такого я еще не видел. Вы когда увидите, у вас это. Полезете шариться вниз за пазухой валидола. А это просто пример. Самый обыкновенный пример. Вот она бабочка. Вот вред, который приносят гусеницы. Это и вещь вред. Это экологическая равновесие. Яблоками никто не ухаживает. Никто их не опрыскивает. Просто этот снимок здесь. Он даже не мой. Я в один из снимков даже сейчас. Не Александрова мне пришел этот снимок. Или она. Может ваш. Вот ради бабочки показал. Ну, а так у меня пять минут осталось. Я скажу пока. А только до последних вебинаров. Что будет завтра? Мне тоже валидол приходится пить. Куда денешься? Мичуринский абрикос. Увеличить плоды, увеличить строе. Внезапно. Внезапно. Не важно раньше. Были большие урожаи, были маленькие урожаи. Дерево было одно. Вы вспоминайте. Кто-нибудь видел у меня абрикос Мичуринский в каталоге? Не видели. Внимание небольшое. Растет, не мешает. Плоды так себе. Двадцать, тридцать, ну, может сорок грамм. Бах! В этом году выдало. Вот. Я опять вспоминаю. Был рай на земле. Вот. И ведь как будто чувствуют изменения погоды. Чувствуют. У меня в прошлом году, Елена Александровна, не надо собрать. Пять сортов вывезли за сто грамм. Не все. А, ну, лучшее, скажем так. Пять сортов. Такого раньше не было. Вот. Что я собрался делать? Сейчас я вам покажу их. Вот. Видите? Это, правда, поменьше. Фаина измельчала. Вот. Ну, потому что в этом году урожай был неплохой фаины. Вот. Я просто показываю, что это не сказки, а это действительно витритерный гибрид. Вот. Единственное из моих деревьев, у которых трое родителей. Маджирец, Академик и Королевский. Вот. Сейчас, правда, расплывается. Показывают почему. Потому что я хочу, чтобы у вас тоже такие были. Мне надо как можно больше испытывать, испытывать. Вот. Вот. Видите? Садовод Борятина-Байкаль. А то меня достали, что там ничего расти не может. Пригороде Улан-Удэ расхился настоящий южный сад. Перейдя за ограду, эта дачная участка, можно подумать, что оказалась в одном из южных городов России. Груш, яблоки, вишни по своим размерам, походящие на черешню. А самое главное, абрикосы. Дальше у нас больше 30 лет, расскажет Юрий Башкирцев. Читаем. Вот это вы прочтете сами. Следующее три абрикоса дерева, это сорта Серафим, Артём, Амур. Их плоды достигают веса 32 грамм, и они очень сладкие. Выписаны все три у Валерия Железа и Станогошка. Так как я уже напрочь забыл об этом, значит, это было давно. Как вам, Серафим, нравится? Очень интересная личность, скажу я вам. Это он кому-то интервью давал. Он металлург по образованию. Во время перестройки, в силу разных обстоятельств, стал заниматься садоводством и популяризацией фруктовых растений в Сибири. Что там дальше? Можно с ним связаться, выписать. Дает мой, вот в чем молодец, благородный человек, дает мой сайт. Во многом благодаря ему у меня получился такой прекрасный сад. Многие деревья выписаны из его питомника. Ну, а дальше-то идет еще и технология. Это же не просто так. Вот. И получается что? Что получается? Значит. Вот он уже Бурятия наша. А помните Борасск, помните Иркутск, помните этот самый Калининград, помните этот Овницк, помните, помните, помните. Вот. Но нас все равно мало. Друзья, сейчас мы перейдем к вопросам и ответам. Все честно, два часа я проговорил. Правда, сегодняшнее мое выступление опять было похоже на митинг. Вот раньше меня Антон Валерьевич ругал за это. А потом, по-моему, смирился. Видишь, что мне не переделать. Теперь, значит, будем вопросы-ответы, но я вас прошу, вот здесь, получается, кончается фильм и мое обращение к министру Фалькову. Пожалуйста, может, он действительно все равно не досмотрит. Можно даже не ждать, пока Паченко вырежет этот кусок, уже без вопросов. А просто вот как есть, получите в эту ссылку. Отправьте, это так просто. Вы мне ни разу не выполнили, у меня нет одной просьбы. Я рассмотрю, надо же как, количество не увеличится. Это значит, кто посмотрел, кто посмотрел. За месяц получается 500, ну где-то редко 600 просмотров. Все. И дальше они просто не увеличатся никогда. То есть вы не рассылаете их своим друзьям. Я уже, ладно же, видите, пожалуйста, вот это письмо, оно касается не нас. Оно касается всей страны. Мы учим детей тупости, самое натуральное. Нельзя зубрить в школе. Мозги так устроены, я могу в следующий раз чуть подробнее, может, даже мозги нарисовать, что ли. Дело в том, что мозгам нельзя ничего запоминать насильно. А вся школа на этом построена. И оценки дают за того, кто больше запомнил. И школьники держатся не на умных дураков. Я имею право так говорить. Дело в том, что я не был самым вот этим. Кто-то там получал золотую медаль, тут серебряную. У меня тройка была по русскому языку. Но все знали, что я лучший ученик в школе. Кого посылали на эти самые, как они называются там, на олимпиады? Кто читал лекции в школе? Много я до школы прочитывал учебники до первого сентября. А потом уже скучно было. Понимаете, я на это имею право вам сказать. Я не хвастаюсь, имею право сказать. Нельзя зубрить. В школе пока мозги еще чистые. Пока у них есть, просто говоря, много места. Просто в мозгах много места. Его нельзя забивать всякое. Я не говорю, что это дрянь. Ненужная совершенно информация. Выпускаем детей. Вот тупых раз. И ничего не умеющих делать. Поэтому, даже не по Дарвину, по... Энгельс, умнейший человек, гений. Это его, кто работает руками, у того мозги развиваются. Так и человек якобы... Ну, это уже вторично. После Отечания люди снова начали развиваться. Первый этап был совершенный человек. Попал на землю Отечания. Опять этот самый... Камнем высечь огонь. Вот. Потом первый дом построить. Дерево посадить. Вот. И человек уже по-новому из дикости выходил. И деревья выводил. Да, действительно, селекция была. Но выводили из дикости. Из того, что деревья так же, как люди Отечали. Из-за невзгод этих, попав сюда, на землю. Люди Отечали. Деревья Отечали. Была селекция и людей, и деревьев. Но последние десятилетия, особенно... Вот эти самые, казалось бы, странные. Ну, как их назвать так? Цивилизованные. Они скоро погибнут все. И мы первыми. Потому что у нас еще к тому же... Получилась такая селекция людей. Что... Как говорил... Заканчиваем словами. Это, может, Фальков услышит. Пусть он скажет, что это не так. Как мне говорил отец, который уже давно на свете нет. Ну, правда, за рюмкой. Валера, запомни. С кем бы ты ни работал, где бы ты ни работал, на трубах всегда будет стоять дурак. А сейчас дураки просто процветают там, где зависит от них все. И школьное образование. И будут и сады. Черта. Пошлите, пожалуйста, чтобы побольше этих фильмов. На день не посмотрят. На третий, может быть, люди разные. Кто-то увидит, может быть, дойдет до них все-таки. И почему не хотят быть этими? Почему им не нужны Нобелевские премии? Я же... Сколько этих... Открытий здесь. Сколько можно сейчас перестроить все? И мы не можем увеличить геном. Мы можем восстановить его. Но на восстановление получится так, что в Москве, в Питере, в Новосипирске, в Новокузнецке, там, я имею в виду ученых, везде, где они есть, в Селябинске, в таких благодатных местах, как Хабаровск, как Владивосток, везде должны уже научные сады такие цвести. Плоды 150 грамм, абрикосы, сливы, персики 300, 500 грамм персики. И уже через 5-10 лет, и зависит от того же Фалькова, а он не знает ничего про нас и никогда не узнает. Вот что я боюсь. У него тоже помощники, я боюсь, что это, не по тому принципу подобраны, чтобы искать таланты, искать Савинич, искать Юлию Матвееву, вот, Сергея Железова, вот. Я не знаю, чем занимается Дарья Лемещук, но такие люди, они так нам нужны.